Я приветствую возникновение не только премий для взрослых авторов, но и премий для малышей. Малышей, которые пишут на самом деле для взрослых, потому что тоже интересный момент. Взрослые поэты могут быть разными, писать для взрослых и писать для детей, или писать для тех и для других. А малыши, когда начинают писать стихи, это тоже момент интересный. Вы спросите у любого, даже если он не признается, то это только так. Они пишут на самом деле для взрослых. Мотивация человеческая может на определенном этапе зависеть от того, что тебя кто-то поощрит. И даже может вывозить человека. Но когда он становится настоящим автором, он это делает совершенно вне зависимости от того, что будут со стороны социума какие-то награды за это дело или не будет ничего. И это правильно, потому что мы не должны зависеть от внешних манков. Это внутренняя потребность на самом деле, а никак не желание, чтобы из-за поворота вдруг вылезла награда. Она довольно часто вылезает, довольно часто она не вылезает. Все бывает по-разному. И может быть дети этого не понимают, потому что для них важно эту награду иметь. Взрослые, как правило, должны это иметь в виду. И повторяю, те, кто занимается этим профессионально и давно, знают, что это бескорыстное служение. Корысть может работать, но только вначале, что-то подстегивая. Потом эта мотивация уходит. Если она остается, то что-то не так с этим автором. В большинстве случаев, когда мне не нравится то, что у меня получается, так бывает не так часто, к счастью моему, я просто откладываю это и возвращаюсь к этому через год, через пять, через десять, через двадцать лет. Или не возвращаюсь, а начинаю делать что-то другое. Потому что в большинстве случаев схема совсем другая. Схема вот какая. Когда единственный способ понять, удалось тебе что-то или не удалось, это состояние внутреннее, когда ты можешь оценить, что то, что на выходе, превзошло твой замысел. Вот в том случае, если то, что на выходе, не соответствует тому, что ты замышлял, и не меньше того, что ты замышлял, а больше, только в этом случае можно сказать, что ты справился с задачей. Во всех остальных случаях это не решение задачи, с моей точки зрения. То есть замысел – это одно, а то, что на выходе, только выше замысла. Только это критерий того, что у тебя что-то получилось. Хотя Пастернак писал, что поражение от победы ты сам не должен отличать, но мне кажется, что это критерий довольно верный. Для тех, кто только начинает этим заниматься, безусловно, это важно, чтобы был человек, которому… или люди, которым бы они доверяли, мнение которых для них было бы важно. Моя практика, вот моя личная, показывает, что к тому моменту, когда я стал что-то уметь, и если я кого-то слушался, я вредил тому, что у меня получалось. А потом я даже и не стал это иметь в виду, потому что… Ну, люди разные бывают. Бывают варианты, когда надо сильно прислушиваться. Бывают, когда ты бываешь проницаемой мембраной, и что-то берешь из того, что тебе советуют, а что-то не берешь. Бывают случаи, когда очень дозировано, просто почти чуть-чуть. Бывают случаи, когда ты в этом просто не нуждаешься. Это просто разные человеческие типы, и не обязательно даже человеческие, разные типы писателей. Принято думать, что поэзия – это некая история, которая подразумевает исключительно улавливание из воздуха пролетающих высей. И все остальное к ней относится постольку-постольку. Так вот, безусловно, это не так. Особенно это не так в нашей русской поэзии, которая села ботаническая по большей части, и которая очень зависима от технических умений автора. Особенно, кстати, это касается ремесла детского поэта и поэта-переводчика. Если как-то худо-бедно, с трудом, можно, не очень сильно умея владеть техникой стиха, разобраться со своим, заключим в кавычках это слово, творчеством, то заниматься этим, будучи переводчиком чьего-то стихотворного умения или, будучи детским поэтом, совершенно невозможно. Кто-то так и не научается себе эту музу приманивать, а кто-то научается, то есть он разбирается в своем внутреннем устройстве с течением лет или десятилетий, пока он этим занимается, и начинает понимать, какие струны в себе нужно тронуть, какими шариками внутренними пожонглировать, чтобы к тебе прилетело то, что называется словом муза. Если тебе нужно, чтобы она прилетела, она прилетает. То есть человек оказывается подданным эгрегора. Он оказывается тем, кого эгрегор берет под свое крыло, кому он дает покровительство и некую нематериальную субстанцию посылает в том случае, когда человек нуждается в том, чтобы эту субстанцию поймать.